Всем привет. Скажите, пожалуйста, насколько меня слышно. Сделать потише и погромче звук. Слышно ли вообще? У нас сегодня небольшой вебинар. Мы решили выпустить его в связи с большим количеством вопросов по IT-части, по работе нового личного кабинета. Поэтому, может быть, и время не самое удобное подобрано. Но я думаю, что мы этот вебинар будем использовать как запись. Поэтому сделайте запись с экрана, кто это может делать. Также это будет размещено и на наших ресурсах. Вкратце мы введем вебинар из ЗАО «Струнные технологии». Меня зовут Вик Бабурин. С вами сегодня будет глава департамента по IT. Это Андрей Смирнов. По новостям технологии вы все в курсе. У нас была недавно отличная новость. Это подписание договора на Землю. Мы его зарегистрировали. И в ближайшее время уже... Сейчас мы дооформим генплан. И в ближайшее время уже начнем показывать первые результаты на полигоне. Вторая сегодня новость вышла очень интересная. Мы получили заключение по технологии от независимого эксперта, сотрудника одной довольно крупной компании. Тоже будет интересно вам почитать и применять в случае, если есть какие-то дискуссии онлайн или в офлайн режиме. Мнение такого человека довольно важно и ценно для нас. Ну а теперь я предлагаю вашему вниманию Андрею Смирнова. Андрей, могу я просить тебя включаться в эфир? Или... Сейчас, секундочку. Ага. Сейчас проверим. Есть. Слышно меня? Алло? Да, алло. Да, Виктор, добрый день. Сейчас, секунд, и начинаем. Ну, хорошо. Тогда я пока прекращаю вещание. Если какие-то вопросы есть у людей, пока вроде вопросов нет. Всем добрый день. Меня зовут Андрей Смирнов, я желаю сквозь. Главное предприятие нашей компании. И сейчас я вам покажу на примере, как можно работать в личном кабинете, какие сделаны новые функции. И отвечу на некоторые вопросы, которые вас беспокоят. Сейчас пару секунд запустится демонстрация экрана. Подождем пару минут. Итак, скажите, пожалуйста, видно ли вам мой экран? Отлично. Отлично. Так, сейчас, коллеги, парочку минут. Итак, начнем с вами с того, что мы полностью концептуально переработали практически весь функционал. И для начала я вам покажу внутренности кабинета на примере своей учетной записи. Сейчас расскажу вам, какие есть новые разделы и как что работает. Итак, для тех пользователей, которые подключились и смогли либо зарегистрироваться, либо подтвердили свой аккаунт, кабинет состоит из нескольких функциональных блоков. Левый блок – это центральное меню. Тут вы можете увидеть пакеты акций, сертификаты, новости кабинета, новости компании, отведы на часто встречающиеся вопросы, службу поддержки, партнерскую программу. Скажите, пожалуйста, если очень быстро меняются картинки и вы не успеваете посмотреть, скажите, я буду мягкий. Итак, начнем с самого простого. Это профиль, который вы заполняли. Когда вы зашли в кабинет, вы заполняли ваш профиль. В новом кабинете не нужно вводить данные только раз на заключение договора, на оформление сертификата и на любых других операциях. Этого больше делать не надо. Достаточно один раз указать ваши данные на руслике, кабинет поможет вам их перевести на английский, после чего система будет использовать эти данные при всех последующих операциях. Для того, чтобы исправить ошибки, которые вы совершили при заполнении профиля, или если вдруг по какой-то причине у вас меняются данные, вы можете обратиться в службу поддержки либо по ссылке здесь, либо по ссылке здесь. В службе поддержки вашу заявку обработают и исправить то, что необходимо. Далее. В профиль есть еще следующий пункт меню. Это документы, где вы обязаны загрузить сканы ваших документов. И раздел аутентификаты, где вы можете сунослительно изменить либо почту, либо номер телефона, либо, например, я сейчас поменяю почту. Такой email уже занят. Допустим, на этот тоже не получится. Окей. Вот. Я поменял почту. Нажимаю «Сохранить изменения». Ввожу свой текущий пароль. И спустя какое-то время у меня на почту попадет письмо, которое надо будет открыть, посмотреть. И, соответственно, подтвердить почту. Вот, собственно, пришло письмо. Открываем смотом. Для того, чтобы начать пользоваться сайтом, необходимо подтвердить почту. Подтверждаем почту. И можем снова пользоваться кабинетом. Смотрим профиль. В профиле у нас уже используется новая почта. Также письмо об успешной авторизации на сайте. Далее. Если вам необходимо поменять телефон, вы можете это сделать так же. Если телефон не занят, то введя так же текущий пароль, телефоны можно изменить. На что следует обратить внимание? Следует обратить внимание на то, что почта – это ваш идентификатор для входа в кабинет. Телефон – это ваш идентификатор для подтверждения операций, которые вы совершаете в кабинете. Такие как вывод средств, перевод средств и, например, можно настроить уведомления на телефон о каких-либо событиях в кабинете. Давайте посмотрим остальные пункты меню. Например, пакет акций. В чем основная смена функционала в этом пункте меню? Нет больше никаких счетов, нет зачислений ручных средств. Полностью все автоматизировано. Вы можете использовать на данный момент пластиковые карты Visa MasterCard, либо использовать Яндекс.Деньги. На следующей неделе появится платежный инструмент, такой как PerfectMoney. И в какой-то ближайшей перспективе нескольких месяцев мы будем дополнять кабинет платежными инструментами. Для того, чтобы оформить инвестицию, вы выбираете нужный вам пакет. Переходите к оформлению. Проверяете данные внимательно. Смотрите, что все заполнено правильно, потому что на эти данные будет оформлен сертификат. Если вам необходимо оформить бумажный сертификат и заказать его доставку, вы можете поставить галочку с соответствующим предложением и заполнить реквизиты доставки. В случае, если доставка у вас будет происходить по адресу, совпадающему с адресом, указанным в сертификате, достаточно поставить галочку, и система предложит вам выбрать либо русский, либо английский вариант данных. После чего можно заполнить индекс и указать, кому мы этот сертификат отправим. После чего можно перейти к оплате. Перед оплатой заключается договор между вами и компанией. В договоре написано, что после заключения договора в течение 10 дней покупатель должен оплатить пакет акций, который он выбрал. В случае, если после этого шага потенциальный инвестор процедуру оплаты не совершает, договор в течение 10 дней будет удален. То есть не стоит беспокоиться насчет того, что вы подписали договор, и где он, что он, непонятно, я не заплатил, не заплатил, а договор остался. Беспокоиться не стоит. В случае, если транзакция не прошла, договор будет удален через 10 дней автоматически. Читаем договор быстренько, пролистываем и подписываем договор. Как я уже говорил, на данный момент доступны два автоматических способа оплаты. Это пластиковые карты и Яндекс.Деньги, но также вы можете оплатить с помощью инвойса. Для этого вы можете выбрать инвойс и нажать кнопку «Скачать оплатить». После чего вам покажут инвойс, где вы также сможете проверить ваши данные, сумму к оплате, и после этого скачать инвойс. Инвойс у меня скачался, можно его распечатать и снимать и в банк оплачивать вашу инвестицию. После чего в сертификатах у вас появится сертификат в статусе подтверждения платежа. Для сертификатов, точнее для пакетов акций, которые у вас оформлены с помощью платежных систем, оплачены, которые с помощью платежных систем, прошу прощения, для таких сертификатов эти строчки не показываются, система автоматически возвращает значение платежа, поэтому если вы оплатили, то у вас сразу же сертификат окажется на оформлении и перейдет в наше подразделение, которое занимается внесением акционеров в реестр. Что здесь в этом разделе переработано? Давайте, знаете, как это сделаем? Я сейчас окошечко перенесу, чтобы вас видеть, и буду потихонечку чать еще параллельно на ваши вопросы. Так, коллеги, по поводу входа в кабинет для пользователей старого кабинета, по этой проблеме мы поговорим чуть-чуть попозже. Сначала я расскажу вам по функционалу все, после этого по входу поговорим. Итак, что в разделе сертификатов? В разделе сертификатов вы видите, соответственно, номер вашего сертификата, дату заявки, количество акций, на кого оформлен сертификат, статус этого сертификата, точнее даже статус заявки, и статус сертификата бумажного. Что значит статус сертификата бумажного? Если заявка у меня оформлена, то заказать изготовление и доставку бумажного сертификата можно также дополнительно. Ждать и кнопочки «Заказать». Вас уведомляют о стоимости изготовления сертификата. Вы нажимаете «Заказать», переходите на оплату и оплачиваете доставку. Для тех, у кого в старом кабинете не было заключено договоров по сертификатам, кнопочка договора подсвечивается красным. Вот, например, у меня она подсвечивается. И здесь вам предлагается заполнить данные для сертификата. Для чего это сделано? В старом кабинете можно было из своего аккаунта оформлять сертификаты на абсолютно разных людей. В новом кабинете этого делать нельзя. Владелец аккаунта может оформлять сертификаты только на себя. Поэтому для старых сертификатов отдельно нужно будет заполнить данные. После того, как вы их заполните, нажмите «Далее», вам будет предложено загрузить документы, удостоверяющие личность владельца сертификата. И на этом процедура оформления договора закончится. Дальше. Появилась точка, которая позволяет получить выписку из реестра, подписанную непосредственно Анатолием Главовичем Веницким. В выписку попадают записи, по которым заключены договоры. Что еще? Что еще? Поле опцион. В старом кабинете, как многие из вас помнят, был акционный счет. Акционный счет после запуска нового кабинета был переведен в штуки акций по курсу на день запуска кабинета и по рамке дисконта, в который попадала итоговая сумма. То есть, например, если у вас сумма, скажем, 100 условных единиц, а за эти 100 условных единиц был дисконт 80, то, соответственно, мы получали 8000 акций. Далее. Раздел «Новости». Ну, в новостях все достаточно просто и понятно. В новостях можно делиться этой новостью, можно писать комментарии. Я думаю, что в ближайшую неделю мы проработаем дополнительно этот раздел и будет видно время комментариев, возможность ставить лайки, возможно. Ну и будет более понятно, для чего это сделано. Дальше. Раздел «Фак». «Фак», как вы знаете, это сборник ответов на часто встречающиеся вопросы. Насколько актуальна информация в этом разделе будет содержаться, я вам сказать не могу, но на данном актуальнее нет. Поэтому, если вдруг есть какие-то вопросы, заходите сюда, смотрите, читайте, выбирайте категорию, выбирайте вопрос и получайте ответы на интересующую вас тему. Далее. Служа поддержки. Обращаю внимание на то, что все ваши обращения, которые связаны с изменением данных в профиле, с изменением данных в сертификате, с неправильным перерасчетом после акции, с любыми вопросами, касающимися положения ваших дел, вы задаете в службе поддержки. Служба поддержки запустилась пару дней назад в полном объеме, работает первая линия. Поэтому все заявки обрабатываются, их очень много. Это достаточно новый инструмент для нас, поэтому я думаю, что в течение нескольких дней все заявки, которые были созданы с момента запуска, они все обработаются, и вы увидите их результат. Как работает служба поддержки? Можно, например, скажите, а вот так не фонит? Алексей, информация достоверна. Я говорю, что эта информация актуальна на данный момент. Актуальной информации нет. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете зайти в кабинет и посмотреть там ответы на вопросы. Информация будет пополняться постоянно и обновляться. Давайте рассматриваем службу поддержки. Возникает вопрос любого рода, абсолютно, по кабинету. Начиная от того, что что-то где-то не работает, или что-то у вас не получается, или вы что-то не понимаете, или для вас незнакома логика работы нового кабинета. Пишите в поддержку, вам обязательно будут отвечать. Все заявки фиксируются, проводится аналитика обращений. Мы будем повышать качество обработки, и никто не останется без внимания. Как это делать? Я приведу пример. Например, мне надо поменять. Изменить данные в сертификате. Номер XXX. И могу подгрузить какой-нибудь файлик. Делать я этого пока не буду. И отправляю в службу поддержки. Когда служба поддержки мне ответит, она, возможно, потребует загрузить какие-либо дополнительные документы, сканы паспортов, может быть, какие-то там удостоверения личности, любого формата отчетных документов, скриншоты, что угодно. Но все эти работы сможете догрузить, поддержку увидит, и либо сама решит вопрос, либо перенаправит ваше обращение в департамент, который занимается конкретно какой-то деятельностью целенаправленно. Например, смена данных, опять-таки, либо ИД-поддержка, либо какие-то финансовые проблемы, либо проблемы, связанные с неграмотностью на юридическом поле и так далее. Теперь самое интересное. Я, конечно, сетевик еще тот, у меня в структуре никого нет, но это еще ничего абсолютно не значит. Крайне сильно изменилась партнерка, изменился маркетинг, изменились инструменты, и в перспективе мы не реже, чем раз в две недели будем вас радовать новыми инструментами. Что здесь есть? Если кто-то есть из сетевиков, вы можете сейчас зайти и посмотреть свои кабинеты, свои структуры, и увидеть, значит, инструменты. Конечно, в отсутствии партнеров у меня это не получится, но тем не менее. В сводном обзоре. Сейчас, знаете что, я сейчас попрошу коллегу, может быть, он позволит мне из своего аккаунта показать, чтобы было понятнее. Ирина, старые документы и старые договора, если вы полностью прошли всю процедуру договора, они остались в архивном кабинете, вы можете зайти в архивный кабинет и там все увидите. Не могу я произнести такое обращение. Войти в новый офис можно с сайта компании. htprsvsystems.com Вход в личный кабинет. Давайте я вам напишу ссылку в чат. Так, секундочку, минуточку. Что такое написание из реестра? Татьяна, скачивайте файл, смотрите, это обычник. ПДФ. Банковский перевод может идти больше 10 дней. По инвойсам 10 дней. И по договорам 10 дней. Если в договоре написано, что в течение 10 дней будет оплата, то значит и инвойс будем ждать 10 дней. В случае, если будут какие-то исключения, будем обрабатывать отдельно. Полностью идут журналы всех событий, всех транзакций. Можно будет увидеть и расследовать ваш инцидент. Партнерка состоит из двух блоков. Центральный блок – это блок работы со структурой. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы вы могли увидеть состояние вашей сети. Вадимир, если у вас нет партнерки, и у всех, у кого нет партнерки, это может быть вызвано следующим. Для стран, с которыми мы не сотрудничаем в плане сбора инвестиций, мы не показываем ни партнер, не даем возможность инвестирования. Это страны такие, как Япония, США, Беларусь, насколько мне известно, кажется, Великобритания, Канада. Поэтому не удивляйтесь, если у вас нет этого функционала, просто вам нельзя. За дополнительными ответами можете обратиться к нашим юристам. Я думаю, они вам с этим помогут. Так, сейчас, секунду. Секундочку, не пугайтесь. Только на моем компьютере такое чудо. Итак, партнерская программа. Вернемся все-таки. Четыре пункта меню основных. Представлена таблица, в которой указаны все ваши партнеры. Можно смотреть по уровням, выбрав соответствующий уровень. И по легенде. Смотрите, что указывают статусы. Статусы указывают, первое, дата последнего входа в кабинет. Если ваш партнер не заходил в кабинет больше месяца, он будет подсвечен красненьким. Если ваш партнер не заходил в кабинет... Так, сейчас, коллеги, секундочку, извините, что так огрыбочно сейчас получилось у меня взять данные одного нашего коллеги, который он предоставил. Итак, партнерка. Рисовываются структуры. Рисовываются структуры. Рисовываются структуры. Каждая окружность — это уровень. Соответственно, на первом уровне вот эти все, на втором уровне вот эти, на третьем уровне и так далее. Партнерку можно зажимать, эту схему кликать и мотать. Можно скроллить, можно увеличивать масштабы и так далее. При нажатии на, например, здесь, в правом верхнем углу вы видите все данные вашего партнера. Соответственно, если в сводном обзоре, вот смотрите, вот табличка. Зелененькая, значит, человек входил в новый кабинет, инвестировал не так давно, и сумма инвестиций. По легенде, можете увидеть, что значат цвета, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы получить обратную связь от вашей сети, смотреть, как она работает, как она себя ведет, получать контакты в вашей сети, связываться с ними. Например, если я кликну на скайп-человечка, скайп предложит мне ему сразу позвонить. Если я кликну на его почту, почтовый клиент сразу отправит ему письмо. Телефон можно будет позвонить. В случае, если вы хотите зафиксировать работу с данным человеком, вы в заметках можете указать статус вашей работы с этим человеком. Например, созвонились, договорились, сохранили. Заметка осталась. Пошли к следующему. И звоните, и звоните, и дальше смотрите. Для чего сделана эта структура? Здесь мы планируем каждую вершинку графа, а именно каждого человечка, также целью определять вашу деятельность с ним. То есть, если вы заметку по нему оставили в течение недели, то тогда он будет зелененький. Если заметка была, три недели назад, он будет желтенький. Если заметка была четыре недели назад, он будет красненький. Соответственно, вы сможете видеть вашу работу с вашими паркетами. Далее. хроника не буду показывать. Там конвенциальная информация. В хронике идет исторически все транзакции, все журналы, что у вас там происходит. Теперь далее. Работа с вашим балансом. Что такое баланс? Если вы пользователь старого кабинета, у вас, если остались средства на текущем и бонусном счету, вы можете... Подождите секундочку. Если у вас остались средства на текущем и бонусном счету, то они на момент включения нового кабинета были посчитаны по курсу ЦБРФ и перенесены на баланс в долларах. Компания с текущего момента введет все расчеты в долларах. Все начисления по партнерской программе вам приходят на этот баланс. Партнерка в новом кабинете пятиуровневая. Я думаю, что на следующих вебинарах вам более подробно расскажут о маркетинге. И... Вы узнаете. Далее. Что значит вот этот блок? Здесь баланс, количество ваших людей в структуре и количество сделок, совершенных в этой структуре. Эти два графика в разработке. Я думаю, что они в течение двух недель максимум включатся. Первый график будет показывать прирост вашей структуры по определенным интервалам недели, месяц, квартал, год. Второй график будет показывать объемы средств, привлекаемые вашей структурой по уровням. Если какие-то есть предложения по оптимизации инструментария партнерки или предложения, пожалуйста, присылайте, пишите. Все, что не выходит за рамки здравого смысла, все сделаем. Далее. Выводить средства с этого баланса можно не менее 50 долларов за операцию вывода. Также можно отменять вывод, если вдруг заявка еще ваша не обработана, вам средства не вывели, вы вдруг передумали, вы можете отменить. Вы можете осуществить также перевод кому-либо из вашей структуры. Можно воспользоваться поиском и выбрать человечка и передать ему средства. Либо оформить сертификат. Что хорошего? Что хорошего, что интересного и что будет дальше? Мы приготовили у нас хитрый план по разработке инструментов для партнерки. Пока светить и рассказывать, чем это заключается, смысл этих инструментов будет, я не буду рассказывать, чтобы это было неким таким сюрпризом для многих наших партнеров. Мы будем раз в неделю точно выдавать вам какие-то новые инструменты, которые помогут вам повысить эффективность работы. Это могут быть средства рассылки писем, это могут быть какие-то средства информирования партнерки. сделаем более информативную вот эту сводную панель, чтобы можно было следить в реальном времени, что происходит с вашей структурой. сделаем отличные Windows-ы, посадочные страницы с очень интересным функционалом. Это к концу июля заработает. Ну, и я думаю, что где-то в перспективе полугода мы это все доведем до полноценного офиса, где можно будет работать и даже забыть о том, что есть телефоны, почты и так далее. Так, что еще? еще раздел поиск по структуре работает. То есть, если вам нужно увидеть статус конкретного человека, то вы можете его найти. Вот, пожалуйста, поиск работает. Далее, раздел материалы. В материалах наша компания дает вам для ознакомления документы, так или иначе, какие-то ключевые документы, которые связаны с нашей историей, с нашей работой, с нашим развитием, и этот раздел будет пополняться. Также есть ссылочка для захода в предыдущий кабинет, для того, чтобы сверить данные, посмотреть, что это, посмотреть старые договоры, старые документы и так далее. Вот. Что хочу сказать? Конечно, несмотря на очень высокие показатели работы нового кабинета и количество посетителей нашего кабинета, запас прошел не так гладко, как хотелось. Есть какие-то исключительные случаи. Эти исключительные случаи обрабатываются нашей службой техподдержки, нашим отделом, нашими партнерами и коллегами из других подразделений. Я думаю, что в течение недели максимум, ну, либо до конца этой недели, либо максимум до конца следующей недели все нюансы, все детали обработаются в стаканеце, кабинет заработает как часики и уже у вас не будет никаких проблем и затруднений, вы привыкнете к этому кабинету. Теперь далее. Коллеги, друзья, партнеры, товарищи, что делать с теми, кто не может зайти? К сожалению, в старом кабинете почта не проходила валидацию, ну, подтверждение своей легитимности. В новом кабинете это не так. В новом кабинете для того, чтобы начать пользоваться, надо подтвердить почту. В старом кабинете почты были указаны абсолютно разные, любые и утробовая жесть, если честно. Извините за выражение, но это правда. Поэтому для активации аккаунта в новом кабинете мы используем логины, логины старого кабинета. Для первого входа вы указываете свой логин и пароль из старого кабинета, после чего система вас идентифицирует и на странице следующей покажет вам ваши сертификаты и страницу заполнения профиля. Для удобства сертификаты показываются, чтобы данные из них вставить в профиль, потому что уже эти данные прошли проверку у нас в отделе реестров, они точные, корректные, чтобы просто тысячи раз не перепроверять данные. Используются сертификаты. Если вдруг у вас сертификат и указано что-то некорректное или вы не можете выбрать или что-то такое, выбирайте новый профиль и заполняйте свои данные и подтверждайте аккаунт. На старых сертификатах это никак не отобразится. После того, как вы подтвердите, вам будет предложено отправить письмо на почту. Письмо автоматически не отправляется, потому что в старом кабинете, повторюсь, почта была абы какая. Вы проверяете корректность вашего почтового ящика. Если надо, меняете на новый. Это сделано так же, как в разделе аутентификации. Здесь вы можете поменять почту. И после этого подтвердить почту по ссылке в письме и продолжить пользоваться кабинетом. Если вдруг какие-то вопросы по входу, не стесняйтесь обращаться в наши чаты. Если в чатах есть какие-то проблемы, они эскалируют эти заявки на нас. В исключительных случаях это не правило, это исключение. Мы пока это не делали, но я предполагаю, что это будет возможно. При документальном подтверждении владения вашим аккаунтом, то есть данные например ваших документов по сертификатам, скриншоты кабинета, то есть если вы в второй кабинет могли зайти, а в новый не можете зайти, мы возможно и поможем вам, но это исключение. Кабинет работает, пароли надо вспоминать, если вы не помните пароль, вы всегда можете зайти в ваш браузер и соответственно посмотреть там сохраненный пароль. Если вы пароль поменяете в старом кабинете, вы его уже не посмотрите, поэтому не совершайте ошибок, не меняйте пароль в старом кабинете, архивный кабинет предыдущий, он никаким образом не связан с новым кабинетом, если вы там что-то сделаете, то относитесь только лишь на нем. Вот, поэтому давайте, наверное, на первый раз закончим, задавайте ваши вопросы. маленький нюанс. Для того, чтобы повысить безопасность системы, мы установили длительность сессии в 30 минут. То есть, если за полчаса вы не успели что-то сделать, ваша сессия закончится и вам придется снова авторизоваться в кабинете. Раиса, если у вас не эта проблема, вы можете обратиться в техподдержку. В чате есть Александр Быба. Я думаю, он сможет дать ссылку в чат техподдержки и вам там помогут. Еще важный момент. Рефералки, ссылки реферальные, которые были в старом кабинете, например, например, RSV Systems вот такого вида если на экране видно, продублирую в чат. Вот такие ссылки. Я не знаю, может быть у нас в кабинете есть юзер реферал, может нет, это я, например, указал. Рефералка старая работает. Такого вида рефералки они работают, поэтому старые рефералки должны работать, мы проверяли, с этим проблем нет. Новые рефералки вы можете посмотреть в реквизитах. Чем отличаются рефералки? Отличаются концепции обработки. Если вы зайдете в кабинет, у вас из кабинета реферальная ссылка пропадет, в адресной строке реферальная ссылка пропадет, но это не значит, что вы не зарегистрируетесь по рефералу. Это тоже работает, работают как часики. зашли по реферальной ссылке, зарегистрировались и попали. Далее, что значит, как зайти в кабинет? Как зайти в кабинет? Ввести ваш логин и пароль. Из старого кабинета подтвердить аккаунт, подтвердить почту и зайти. Если не пускают, обратитесь в техподдержку и вам там помогут. Любовь, если неправильно начислены акции, то тогда в кабинете в службу поддержки пишите запрос, прикладываете данные, логин вашего старого кабинета, указываете сертификаты, которые вы правильно посчитали и так далее. Виктор Бабурин в чате пишет «Скайп-специалисты техподдержки». Это руководители техподдержки кабинета. Если какие-то вопросы, связанные со входом, пишите ему. Данные в профиле заполняются на кириллице, на русском языке. Если вы житель Украины, гражданин, или Беларуси, или любой другой страны СНГ, вы можете писать на любом удобном вам языке. Виктор, во многих странах, таких как Беларусь, например, Украина, первые две буквы на латинице. Это либо МП, либо ЕА. Так что эти буквы писать можно. Еще такой момент. Есть одна ненаработка. Это то, что нельзя сейчас выбрать без улицы адрес. Это мы включим на следующей неделе, поэтому если что, то подождите чуть-чуть. На следующей неделе за день сможете подтвердить свой адрес без улицы. Александр, английский кабинет будет. Мы планировали запустить английский кабинет к концу июля, но судя по объему работ, которые мы сейчас выполняем, и по количеству вопросов от вас, и по количеству доработок, приходится пока тратить время на другие задачи, поэтому время появления англоязычного кабинета, я думаю, отодвигается где-то к середине или к концу августа. Кабинет переведен у нас уже полностью, осталось только за нами, за технарями, но как точно это будет выполнено, я пока не могу сказать. Владимир, обращайтесь в поддержку, спрашивайте, у меня этой информации нет. Что с рефероном по Беларуси, я как исполнитель знаю, что этот функционал в кабинете отсутствует. Светлана, пишите службу поддержки, пишите, что вам нужно исправить данные в профиле, что перевод оказался некорректный и вам это обязательно исправят. Не забудьте только приложить сканы ваших документов, где написано. Анатолий Михайлович, в чате был указан скайп руководителя службы техподдержки, обращайтесь к нему вам помогут. Сергей, что такое разные кабинеты? Если вы говорите о кабинетах наших партнеров, то мы не отображаем данные сертификатов наших партнеров. Вы можете посмотреть данные в их кабинетах. Если вы оформляли сертификат в кабинете компании, то вы соответственно сможете увидеть в новом кабинете сертификат. секундочку, Александр, шрифт разделов можем увеличить? Я думаю, что чуть попозже это сделаем. Так, Юрий, можно ли регистрировать новый локаль на того же человека, что и старый локаль. У нас являются уникальными идентификаторами вашей учетной записи телефон и почта. Если вы будете использовать отдельный телефон и отдельную почту, то вы сможете зарегистрировать личный кабинет на другого человека. Если акции были оформлены на другого человека, но находятся в вашем кабинете, то я пока вам не могу сказать. Можно их будет перенести в другой обсуждалась, и может Виктор Бабарин не поможет, скажет, можем ли мы переносить сертификат. Если можем, то мы это сделаем в течение пары недель. Алексей, для покупки акций на ребенка нужно заводить единственный кабинет или оформлять своего, обращайтесь к юристам, вам помогут. Пишите в кабинете службы техподдержки, все вопросы будут обработаны. можно ли оставить список рефералов, как было в старом кабинете, чтобы под каждым можно было открывать рефералов. Ирина, мы крайне плотно работаем над повышением удобства функционала в кабинете и конкретно партнерки. Сейчас у нас есть три вида отображения структуры. Это, как вы называете, радар. Есть еще один вариант. Это примерно как радар, только другого типа отрисовка. И сводный обзор. В перспективе мы добавим еще два типа отображения, как раз, как вы говорите, чтобы можно было открывать профиль реферала и смотреть, кто под ним. Ну и очень важный момент, я думаю, что к концу следующей недели, максимум через две недели, мы запустим чат по структуре. Это как типа ВКонтактике можно создавать чаты по своей структуре и общаться с ней. И сделаем уведомление на все события в сети. Появился новый партнер, покажу вам, что он появился на каком уровне. Прошла инвестиция на каком-то из уровней, мы также будем вам показывать, поэтому будет все видно. Ирина, не обязательно данные переносить на русский язык, потому что в договоре англоязычная часть является основной. Русскоязычная часть это просто перевод. Ирина, и комментарии тоже. Я в самом начале вебинара говорю о том, что комментарии и вообще раздел новостей будет еще переработан. уберите и будет вам счастье. Да, средства переводить только можно по своей структуре и то через подтверждение по телефону. То есть если вы не владеете телефона указанного в профиле, то перевести вы не сможете все это. Николай, будет, вполне возможно, что будет, но пока мы это не планируем. Пока мы не планируем, но возможно запустим. Субтитры сделал DimaTorzok Сергей и все остальные вопросы касаемо переноса сертификатов из одного профиля в другой. Понятное дело, что если в новом кабинете сертификаты можно оформить только на себя, то я думаю, что при обоюдном согласии партнеров можно будет перенести сертификат в ваш кабинет. Надо подписывать договор институционного консультирования. можно ли удалять партнеров? Пока нельзя. Можно ли будет? Я думаю, что лучше не стоит их удалять. вы всегда сможете в случае чего с ними поработать. Либо мы можем их, например, скрывать. То есть, просто скрывать партнеров с активностью, точнее, с неактивностью больше полугодника. Итак, подведу итог. Основные отличия от старого кабинета. Переработан полностью блок партнерки, отображение, визуальная часть, визуализация жизни сети. Переработан механизм инвестирования, платы, начисления и структуры счетов. Счетов больше в привычном понимании нет. Кабинет работает, грубо говоря, как интернет-магазин. Полностью все автоматизировано. То есть, вы зашли, выбрали, оформили договор, приобрели и дальше пошли. Будет ли организована в кабинете голосовая связь с партнерами своей структуры по типу скайпа? Сергей, это секрет. Это секрет. Мы над этим работаем. Мы над этим работаем. Очень хочется как можно быстрее запустить. Потому что это очень удобная штука будет. Так, какие-то вопросы есть еще? Давайте 5-10 минут. Потратим на ответы. Если какие-то есть вопросы по входу, что-то не получается, еще раз, вот, скайп руководителя техподдержки. Светлана, в вашем профиле необходимо загрузить документы. Как скрывать неактивных партнеров? Галина, сейчас в этом необходимости нет. Можно ли пополнять заранее счет без покупки пакета? Нет, нельзя. Для каких целей? Я не понимаю, для каких целей вам нужно пополнять счет. Чтобы кому-то перевести, мы не занимаемся банковской деятельностью. Итак, я понял, основная масса вопросов по техподдержке. Два сценария. Первый сценарий. Если у вас проблемы связаны с входом в личный кабинет, вы по скайпу обращаетесь к руководителю службы техподдержки. Если у вас вопросы уже по каким-то детальным внутри вашего кабинета, то вы задаете их в службу поддержки. Служба поддержки это централизованный инструмент, в котором все обращения обрабатываются. Если вы будете писать вопросы или задавать их менеджерам по телефону или писать в скайп или куда-то еще, с высокой долей вероятности эти сообщения обрабатываться не будут. Будут обрабатываться только обращения в техподдержке. Светлана, по поводу сертификатов я не могу сказать. К сожалению, не могу. Уточняйте в чатах, уточняйте в поддержке, напишите пожалуйста обращение и получите ответ. кто зарегистрировался в СВИГе что делать и там и там. Наталья Алексеевна, каждый человек волен делать свой выбор на основании своего опыта и аналитического аппарата, поэтому если вы в СВИГе или в НИСВИГе или где-то еще делайте что угодно, как угодно, я не знаю что вам сейчас сказать. Хотите зарегистрируйтесь у нас, мне будет приятно. Если вы не хотите зарегистрироваться, ну что ж, ваше право. Могу сказать только одно, что в ближайшее время мы будем работать над оптимизацией и улучшением инструментов партнерки. Как регистрировать новых людей? Очень просто. Давайте я вам еще раз покажу. еще раз покажу. О, не могу зайти. Что такое? Что такое? Почта, кстати. Давайте посмотрим. А вот почту, наверное, как раз в начале вебинара и поменял. Да, почту поменял, поэтому захожу по новой почте. В партнерской программе в реквизитах указана реферальная ссылка. В ближайшее время будет добавлен функционал рассылки приглашений через электронную почту. То есть, вы можете указать, будете в кабинете электронную почту и отправить приглашение человеку. Скопировали ссылку, делайте что хотите, отправляйте людям и так далее. Чуть больше появятся еще новые инструменты, пока рассказывать не буду. Покажу вам, как добавлять кошельки для вывода средств. Наш дорогой финотдел руководит как раз деятельности финансовые. он обозначает типы кошельков для вывода. То есть, ни айтишники, ни поместя никто не могут вам подсказать когда и что появится. То есть, если финотдел запускает кошелек для вывода, значит на него можно выводить. Выбираем номер Киви, пишем наименование кошелька только лишь для вашего удобства, чтобы вы могли в них разбираться. Пусть это будет основной. И пишу номер кошелька 7 900 3 1 2 2 1 2 2 2 Сохранили кошелек. Кошелек появился. Хотим вывести средства. К сожалению, не могу вывести средства. Потому что у меня их нет. Если у меня были средства, мне предложили выбрать сумму и кошелек, на который выводить. Обращаю внимание еще очень важный момент. Первое. Любое зловредство такое уже началось. если вдруг вы супер хакер, кто угодно, не важно. Если вы знаете, как по-другому заплатить, как изменить суммы платежа или что-то еще, вы только потеряете свои деньги. Ваша транзакция обработана не будет. И большое вам спасибо за донату, за щедрость и так далее. Что важно? Важно то еще, что средства, которые вы переводите внутри структуры, они не предназначены для вывода. Вы можете на них только оформить сертификат. Соответственно, если вдруг вам кто-то перевел, вы их вывести не сможете. Что еще? Что в правой части это все обработанные события, в левой части это заявки на обработку, то есть метод были зачислены средства или они например были выведены и так далее. Что еще? Структуры нету. Всегда можно посмотреть под своим именем в разделе структуры вашего спонсора. Всегда можно к нему обратиться и в случае чего задать необходимые вопросы. Что дальше? Дальше еще будут дополнены немного поля для заполнения профиля, то есть есть данные, которые используются для оформления юридических документов, таких как договоры, сертификаты, будут данные контактные, то есть здесь будут телефоны, скайпы, Вконтактики и прочее, адреса в социальных сетях для того, чтобы можно было так или иначе найти своего партнера и с ним пообщаться. Вот, следите за новостями, следите, мы будем по каждому функционалу писать новость, когда что будем добавлять, и если что будете в комментариях к новостям будем отвечать, когда оформляется или как оформляется. Приведу пример, вот история, вот перенос акционного счета, я недавно использовал и оформил. Соответственно, вот этот сертификат у меня уже оформлен. Вот, если вы его не оформили, он у вас в статусе на оформление. Если вдруг у кого-то может такое случиться, исключено, но тем не менее, мало ли вдруг, если после оформления опциона у вас не появился сертификат в табличке со статусом на оформлении, пишите, пожалуйста, в службу поддержки. Дня 4 назад такая проблема была, но мы ее уже исправили. Марина, к сожалению, свой скап я дать не могу, потому что на днях я уже его дал, для того, чтобы меня добавили в чаты, но количество людей, которые ко мне обращаются, превысило все мыслимые и немыслимые пределы, поэтому только если в чатах, только если в техподдержках, потому что опять-таки в чате история уходит куда-то непонятно, и потом найти обращение очень сложно. В службе поддержки же каждый запрос имеет свой уникальный номер и можно отследить в историю. Так, в разделе сертификаты акций в зеленом окошке. Акции это общее количество ваших акций. Владимир, скажите, пожалуйста, вам сертификат оформили после опциона оформления? У вас сейчас заявка ваша оформлена? да, ну, отлично, отлично, отлично. Отлично, сейчас, вот, начиная с субботы, как мы запустились, первые четыре дня был дикий аврал, мы даже не ожидали, что так будет, потому что крайне много людей подтверждало свои аккаунты, заходили, удивлялись, и инвестировали, и работали с партнеркой, задавали вопросы, и обращений и по оформлению сертификатов, и по службе поддержки, вы не поверите, служба поддержки за первые два дня собрала больше трехсот обращений, поэтому неудивительно, что некоторые из обращений до сих пор не обработаны. Так, Ольга, как можно попасть в ЛК? В ЛК можно попасть либо указав логин и пароль старого кабинета, обращая внимание, многие вместо логина указывают почту, почта это что такое? Это набор букв, значок собачка и еще набор букв с точечкой и наименованием домена. Это не логин. Логин это, скорее всего, один набор букв, одно слово какое-то. Вы можете его увидеть, зайдя в старый кабинет и в правом верхнем углу будет написан ваш логин. Вводите его, вводите пароль, подтверждаете ваши данные, подтверждаете почту, в случае, если почта указана некорректно, в этом же окне меняете почту, получаете письмо. Александр, можно ли изменить логин? Логин можно изменить. В новом кабинете логинов нету, есть только ваш почтовый ящик, адрес вашего электронного почтового ящика, и вы заходите по нему, и авторизовываетесь вы по нему. Соответственно, если вы подтвердите почту, то у вас проблем не будет. Почту всегда можно поменять, я показывал это в начале вебинара, покажу еще раз. Заходите в профиль, в раздел аутентификации, и можете поменять почту. Вот, верну почту, которая была у меня до начала вебинара. Поменял почту, нажал сохранить изменения, написано, для изменения данных введите текущий пароль. Ввожу пароль, который у меня сейчас в кабинете, и жду письма. Для пользования личным кабинетом необходимо подтвердить адрес. Пришло письмо, открываю письмо, получаю ссылку. Здесь, в нижней части письма написано, что для входа на сайт используйте почту. Почему эту почту? Потому что новую я еще не подтвердил. Как только я подтвержу новую почту, секундочку, минуточку, сейчас, где письмо. Скопировать ссылку. Учетная запись подтверждена. Все, зашел в кабинет. Соответственно, в следующем письме, которое пришло мне после подтверждения почты, снизу указано, что для входа на сайт используйте уже новую почту, потому что мы ее только что изменили, подтвердили. Уважаемые друзья, коллеги, те, кто увидели мою почту, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки. Можете, конечно, писать, я постараюсь тоже ответить. Лучше мне, конечно, заниматься своим кабинетом. Так, Нина, кабинет для продвинутых пользователей. Я сомневаюсь, что он для продвинутых пользователей. Мы использовали классические инструменты, которые используются во всех веб-порталах. Поэтому здесь никаких новшеств, нововведений нет. Здесь просто, скажем, более ужесточенные требования к безопасности и не более. Александр, этот вопрос задавайте в службу поддержки. Первая линия его увидит, все вам расскажет. Если вдруг, точнее, вы можете даже попытать счастье, зайти в кабинет, открыть фак и в факе найти информацию на этот вопрос. Друзья, таких вот случаев, о которых пишет Ольга, их не так много. И мы их, конечно, обработаем в ручном режиме. Но, поверьте, лучше вам самим доказать то, что вы владелец этого кабинета, чем мы вас попросим это сделать в ручном режиме. Постарайтесь вспомнить, постарайтесь его найти и зайти в кабинет. Потому что, если вы этого сделать не сможете, заявки с вашими обращениями будут обрабатываться чуть ли не в последнюю очередь. Владислав, любой кошелек можете указать. Новый сертификат можно будет... Сергей, вы приобретали сертификат? Или вы просто оформили долю? Еще никакого времени можно подтвердить новый профиль. Ну, я думаю, что не поздние сутки. Я вам сейчас так не могу сказать точную информацию. сколько работает ссылка, но она работает. Договора из старого кабинета перенесены не будут. Если договора не были заключены, вы их заключите в новом кабинете. Если договора были заключены в старом кабинете, заходите в старый кабинет и смотрите. Уважаемые друзья, по поводу усложнений и прочего. Личный кабинет это инструмент, в котором работают маркетологи, партнеры, спонсоры. И это не, ну, не знаю, чтобы грубо не выразиться, это не какой бы эпитет такой подобрать. Это инструмент для работы инвестора, либо для инвестиционного консультанта. Это в первую очередь рабочий инструмент, а не какая-то удобоваримая картиночка, где ничего делать не надо. Старые кабинеты будут жить. Старый кабинет будет жить как минимум полгода, а может быть и больше. Ольга, пишите в службу поддержки, все решим, все решим по договорам и так далее. Если у вас в старом кабинете не оформлен, то в новом оформите, а если в новом не дают оформить, то будем разбираться. При подтверждении лишних данных не кликабельный окошко, страна. Почему это может быть? Это может быть потому, что вы выбрали уже какой-то из сертификатов, а в этом сертификате страна указана, и она автоматически подгрузилась и закрылась. Я тоже говорил об этом. Сертификаты показываются в окне подтверждения аккаунта для того, чтобы не нужно было заново писать данные, которые уже были подтверждены нашим департаментом, который занимается введением реестра. Да, вы можете выбрать новый профиль и указать данные, на которые вы впоследствии будете оформлять сертификаты. Владислав, это связано с изменением концепции стратегии вообще полностью переработки механизма кабинета. То есть, если раньше нужно было зачислять средства, идти куда-то зачислять, заполнять, там, заполнять, ждать, пока зачисленят, потом оформят, потом ждать, пока оформят, потом ждать, пока выведут и так далее. В новом кабинете всего этого нет. Зашли, оплатили, если это структура, то структура отработала, все на своих уровнях получили рефералки и не надо ждать. Не нужно заполнять тысячу раз данные, не нужно никаких подтверждений. Итак, но это уже не касается IT, конечно, но тем не менее, если вы в новом кабинете увидели сертификаты и там горит кнопочка «Заказать», это значит то, что после реорганизации компании вы являетесь инвестором другой компании. Соответственно, там другой сертификат и другие значения данных. Поэтому, конечно, надо заказать новый сертификат. вся реферальная программа работает с счетом в партнерке с балансом. У вас есть баланс инвестиционного консультанта. Андрей, я думаю, давай заканчивать уже. Да, давай заканчивать, мне уже пора ехать в офис. Уважаемые друзья, если возникают какие-то вопросы, или они возникнут, постарайтесь связаться с техподдержкой так или иначе. Либо в скайпе, еще раз вам сейчас покажу скайп. Виктор, пожалуйста, напиши скайп Александру. Каждый день минимум 16 часов мы работаем над кабинетом. Мы работаем, если тут есть некоторые люди, которые к нам обращаются, мы работаем по московскому времени и поздно за полночь решаем какие-то проблемы. Поэтому все, что сейчас происходит, это не конец. Компания развивается. Я так сказал, как фаталист, это не конец. Компания развивается, также развивается и IT-отдел, развиваются инструменты, развивается партнерка. Мы все растем, получаем опыт, получаем знания и реализуем эти знания и опыт в новых инструментах. Если какие-то где-то есть детали, они всегда есть и мы их обрабатываем. Поэтому следите, ждите и дальше больше, дальше больше и будет интересно и уверяю, через месяц-другой вы не увидите, точнее, не то, что не увидите, а вы увидите столько нового в новом кабинете, что вы, наверное, из него и выходить не будете. Вот. Хотим сделать на основе кабинета подобие этой социальной сети, если получится. Чтобы было удобно общаться со всеми, кто участвует в проекте Skyway. Я думаю, это будет крайне положительный и позитивный момент. Вот. Ну что, большое спасибо. Это был мой первый такой вебинарчик, поэтому немного скомканно прошел. Дальше, я думаю, в следующий раз мы еще с вами пообщаемся и я вам расскажу что-нибудь новенькое. Вот. Раз в месяц, раз в полтора месяца, я думаю, мы будем проводить технические вебинары после введения нового функционала. То есть, если вдруг возникнет новый функционал в партнерке, либо мы доработаем отображение структуры, сейчас я вам скажу, что структура у крупных наших партнеров, у которых в структуре не две, не три сотни, а больше, конечно, что-то еле шевелится, потому что объем данных, которые надо перевоплотить, он просто колоссальный, поэтому мы как минимум день в неделю тратим на то, чтобы повысить безопасность и производительность нашего кабинетика. Вот. И, в общем, пишите, обращайтесь. Главное, еще раз повторю, очень важно, обращайтесь в службу поддержки в кабинете. Ни одна заявка без ответа не останется. Будь то день, будь то два, будь то неделя, мы все равно узнаем, какие заявки были без ответа и их обработаем. Галина, в старом кабинете службы поддержки нет. Всего доброго.